сегодня мы немного поиздеваемся над youtube но не долго конечно чуть тише сделаем уже музыку как-то музыка что-то не совсем подходящий конечно но сейчас пробуем проехать с музыку переключим не знаю что здесь есть вообще рекорд вообще интересно то что-нибудь нормальное то что-нибудь не очень идет особенно если общую станцию скажем так включить не жанровую туда вообще там полную начинается цирк со всеми удовольствиями окей сегодня с утра уже мы говорили о кадиллаки поэтому можно поговорить о volkswagen с чистой душой особенно если учесть то что они показали новую модель новый вариант gt гитая или gt r вспомнил захотелось гитая тем не менее новый gt и 290 лошадей самый мощный в их истории самый быстрый также в их истории это не ограниченная серия в чем самый как бы интересный нюанс то что вроде бы казалось бы вот такие серии обычно выпускают ограниченными тиражами но это не ограниченный тираж хотя с другой стороны если посмотреть то что уже семерка гальфа к потихоньку подходит концу своего жизненного цикла то я думаю скорее всего немного этих машин будет живьем скажем так и вполне можно покупать одно если у вас есть деньги как коллекционный вариант он люди даже на скутере катается сколько градусов 88 градусов я мои завтра будет минус 6 вот это самое классное вот 290 лошадей кидает его очень довольно таки быстро но максималка все равно ограничено 250 насколько я помню 260 можно докупить это в одном из пакете опции первым так скажем начальном уровне на втором уровне еще получаете большие колеса и немного другую окраску принципе на этом все преимущества заканчиваются я не совсем понял почему на фотках идет трехдверный только то есть или будет только три двери или все-таки будет же пятидверка и универсал особенно если учесть то что r к может быть универсалом будет очень странно если не gta сделают ограниченным только в таком варианте но посмотрим опять же цена будет насколько я понял не намного дороже чем у обычного гитая то есть если вам не хочется эрку почему-то прям не хочется то можно посмотреть на вот эту вот ограниченной серии внутри все точно так же как у гальфака осталось кстати вот даже что-то забыл у гальфаков оказывается же тоже цифровая панель стала вот здесь экран смотрится очень даже непривычно скажем так а сама машина уже должна быть доступна насколько понял со следующего месяца то есть если прям очень сильно хотелось гальфак то тогда можно брать еще улица такая противная если кто-нибудь запаркуется на том месте никого не видно вот это вот тоже не совсем понимаю причинства вот это с мощенкой это я хорошо так на кочку это налетел очень хорошее испытание для подвески на пятерке здесь вообще с коколом будь здоров а этот еще более-менее живет так что вообще вот жанр кстати горячих хэтчбеков как-то интересно преобразовывается то что было раньше чисто ради прикола по управлению сейчас становится гонькой мощность не совсем понятно к чему это приведет потому что тот же самый класс уже просто какие-то безумные цифры имеет при таких габаритах может спокойно уделывать всякие мустанги и все прочее поэтому не знаю до чего это доведет но мне кажется общий смысл горячего хэтчбека потерялся и сейчас вот единственное то что можно взять более-менее горячие это может быть клево рс вы и то не факт поэтому на сегодня я думаю все и можно лишь догадываться что принесут нам мобильные новости завтра но разумеется мы об этом тоже поговорим в нашем видео ух если дороге у нас никак не откорректирует сейчас поедем на эту полосу вот поэтому дети нужны светофоры всегда здрасте вот ну и кольфак следовательно я бы не отказался на таком прокатиться так что увидим как он будет в реальности смотреться с этими странными стикерами на боках на сегодня все увидимся как обычно завтра и пока на сегодня все увидимся как обычно